Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты, но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом-2. Первая весна. На ТНТ. Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. Это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Сегодня 358-й день нашей телестройки. Новая участница Наталья Пашкова считает Майкла Кравченко мужчиной своей мечты и надеется на взаимность. Вчера Майкл уже сказал ей, что может предложить только дружеские отношения, но Наташа не сдается. Солнце и май по-прежнему в ссоре. Они оба переживают и не верят в то, что это конец их отношений. Однако у каждого накопилось слишком много обид, и это мешает сделать первый шаг навстречу. Стас Каримов уже неоднократно говорил Оксане Обликаевой, что она ему не только не симпатична, но и неприятна. Оксана испытывает к нему смешанные чувства. Она обижена, но Стас до сих пор ей нравится. Ромка, прикинь, вчера мы с Соли разговаривали на эту тему. Прикинь, как потом выезжать из домиков. Здесь вообще никому не захочешь. Мое солнце два раза выезжали же. Ну, все равно. Вы выезжали так, я еще не выезжала. Как выезжали так? Вот так вот сделать ремонт, и все своими руками, а потом выехать. Мне кажется, очень сложно. Выезжать несложно, обидно видеть, когда начинают рушить. Ну. Горячая девочка такая, горячие губы. Горячий песок. Горячее солнце. Водевый глоток. Учку-дук. Три колодца. Защити. Защити. Нас от солнца. Ты хрустый, неспасительный круг. Учку-дук. Да все, что ты делаешь сама, когда это переделать, со мной обидно. Конечно. Хоть вообще. Ну, так нельзя, да? Ну, хоть расписку действительно бери, и что ничего не будет переделывать. Хотя... Так мы с Ромкой так и думаем. Хотя так и не будет. Потому что, смотрите, нас шестеро, это почти большинство тех, кто живут в вип-домике. Я думаю, что ни Саша с Наташей, ни нас, ни нам не захочется просто так вот, нате, въезжайте. Поэтому наши с Ромой нужно объединиться. И если кого вселяют, то только под расписку, не с процентами. Там бабла. О, на бизнес можно зарабатывать. Ох. Я просто изо всех сил себя в руках держу, потому что... В смысле? Ну, ты же слышал, что вчера я на лобном месте сказала. Вот такая шняга. Ну, говна, пирога. Чего? Говна, пирога. А если на русский перевести, смысл? Ну, и девка видная. Ну и что? Другого найдешь себя? Не, не, не. Тут ситуация гораздо более сложная. Вот. И она еще осложняется тем, что я в Майкле вижу своего человека. Вижу человека, которого я нашла для себя. Просто дело в том, что он меня еще не нашел. Он-то тебя не видит? Ну, увидит. Ну, если совсем не увидит, это его проблема уже. Вот. Ну? Ну? Надо стараться, чтобы увидел. Что-то немножко не мой стиль, знаешь, мне скажешь, там, вот я тебя не вижу, как девушку. Так ты меня, ничего мне не шевелится, когда я тебя вижу. Ну, я не буду сразу опускать руки или обижаться или что-то. Мне это не обидно. Мне нужен человек, и он меня будет, грубо говоря. Вот. Ну, пусть завтра уже голосунешь. Да, прикинь. Я думаю, я и новенькая, и я, Аханка. Думаешь? Потому что эта новенькая, что она? Сказала, если я не добьюсь его, то я... Он наш самок говорил. Сколько могут новенькие уходить? Скажи мне что-то. Он отказал я. Ты отказала мне два раза, не скажу тебе. Сколько могут новенькие уходить? Сколько? Да то есть у тебя руки не опустили, да? А с какой стать? Ой, ты молодец какая. Мне человек нужен, понимаешь? Если мне опустятся руки, ему будет пофиг, а мне будет плохо. Вот. Мне не хочется, чтобы мне было плохо. Что это? То есть ты думаешь, насильно мил будешь? Да нет, ну не насильно, но мила буду постепенно. Очень долго это будет... Согласна с пословицей? Насильно мил не будешь. Я тоже не согласен. Я жди, кого не насилую. Я вот стопудов уверена, что Майкл против новеньких проголосует. Стопудов уверена. Если он против тех голосовал, которые вообще к нему просто испытывали там, не знаю, какое чувство, то в этот раз точно однозначно. Для него нет каких-то этих табу, понимаешь? То есть ему по барабанту. К нему ты приехал, не к нему. Если для всех это какой-то кредит, то для него, для Майкла, это как бы... Ну, все. Зая, вчера у нас был очень трудный день. Мы очень много работали, красили. Для тебя. День. Сегодня, я думаю, нам нужно поехать чуть-чуть развеяться, зарядиться адреналином, чтобы заново... Чтобы красить шкаф. Шкаф, да. Я тебе обещаю шкаф, я даю тебе, ты его будешь красить. Хорошо. Поехали развеяться. Ну, только если обещаешь. Обещаю. Ой, точно мой? Точно мой. Натусик, пока. Шкаф никто не красть, он Настин. Пока. Стас, шкаф не крась, он Настин. Шкаф не крась, я сама буду красить. Прокати ее с ветерком. Нарви ракету. Добрый день! Сэм и Настя у нас уехали на романтическое свидание. Готовить вкусный обед остаются Наташа, Пашкова и Майкл. А убираться будут Камилла и Солнце. А остальные куда? На столику! На столику! В розовом костюме Бородульку можно заляпать сегодня. Ура! Что вы не сейчас не крикнули, это неправда! Нет, неправда! Нет, батончик! Была батончик, стала батончиком! Сегодня на строй мы идем с батончиком! Итак, сегодня весело и радостно, и нерадостно, и грустно можно. Ну, лучше, конечно, весело и радостно, а не грустно и не весело. Вот. Потому что работа должна приносить только радость и удовольствие, а не грусть и печаль. Поэтому я сегодня для вас придумала очень интересное задание в виде «Носим доски в бассейн» называется задание. Вот. Вам так это все нравится, вы как бы так вот прям вот с ажиотажем это все делаете, поэтому я решила, что давайте еще поносим доски, правильно? Без проблем. Вот, они прямо подо мной, эти доски сейчас. Поэтому сейчас я вот слезу с своего трона в виде досок, и мы начнем уже их носить в бассейн. Ты на них стоишь, топчешься, а мы потом после этого должны таскать, что ли? Батончик показал, ребята, сделаем! Давайте мы берем первую. Зая, ну что, после вчера тяжелого дня и завтрашнего, такой насыщенного днем, сегодня мы приумножим наш адреналин. Ты знаешь, я не могу приступить к катанию, пока ты мне не скажешь. Мне хорошо идет с хвостиками, я отлично смотрю. Мне кажется, хорошо. Ты не взяла шлем, там же я тебе говорю, возьми шлем специально для хвостиков. Такого не было, даже розового не дали вообще. Ну, мне кажется, так тоже хорошо. Скажи же, хорошо? Отлично. Я красотка. А куда нам садиться? А я хочу желтую! Мало ли что ты хочешь. Я желтую хочу. Я хочу желтую, да. Хорошо. И еще. Потом вы скажете, какие у нас номера, или вот это номера, чтобы мы знали, кто выиграет, мы поспорили. Ой, я боюсь. Ой, у меня не на ладь. О, я ничего не слышу. Вот так возьми, вот так, вот так возьми. Вот так легче. Давай, хорошо. Давай. Тихо. Давай. Поняла? Да. Пошла. Стас, только если ты подгонишь. Стас, ну пожалуйста. Я спотыкнулся. Я спотыкнулся. Медленнее. Вот так. Ну если ты меня будешь, блин, Стас вот так делать, давай ты идешь, а я впереди вот так. Нет, нет, давай. А если я так сделаю? Давай, заходи туда. Давай. Ну, все правильно. Ты что делаешь? Кому она что ли? Стас тут грязная. Вот так вот, видишь, взяла и понесла. Вот. На работе! На, я сейчас... На работе! Смотри, что она делает. Оп. Кто-то мне в попу тыкает. Палкает. Кто же там тыкает? Не тыкает, а тычет, между прочим. Я ее тебе достану. Давай, толкай. О-о-о-о-о! Хе-хе-хе-хе-хе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, что ты? Вот тут у меня. Посмотрите, тут нет. Нет у меня ничего. Вот тут. Ну, посмотрите, я сейчас так. Вот это, пожалуйста, сами хотели послушать. Я не вижу. Спина не болит? Нет. Вот тут у меня, блядь, вот тут у меня. С ней ничего будет. А-а-а-а. Проживать я там тоже собираю. Ой, 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 ой. Не было! И вот тут у меня шея. Вот, и вот. Сма. Все сейчас замазано. У меня в сердце никак будет, да? Может, может, и не будет. А там сзади у меня сильно? Да, это сма-то. Шея не болит. Все. У-ху. Сделал? Пойдем. Ю-ху. Я еду, еду, еду. У-ху. Мне очень нравится, ребята. А-ха. Бородуля, мне так нравится. Прыгай еще одна. На эту же доску. Вау. Вот какая-то качка. О-о-о. Нормально так скачет. О, ништяк, мне очень нравится. О-о-о. Мне очень соштравится. Прям. О-о-о. Так плавно. О-о-о. Просто я сам испугался, когда ты меня врезала в збу. Я думал, ты позови. Я что знаю, я думала, это как маленькие машинки вот эти вот. Как маленькие машинки. Врезаться. Тебе же сказали, что первая трасса первая, а ты должна просто как бы правильно. Я откуда знаю, я не знаю, я хотела первая приехать. Я, как сказали, так и сделала. Сережку вообще сломала вообще. Если б знал бы, я бы лучше за тобой поехал. Я ж не знал, что ты с самого первого раза, блин, меня протаранишь и учишься вдаль. Ты же меня пригласил, ты меня пригласил. А-а-а. А слушай, я не так говорила, ты меня пригласил, ты меня пригласил. Я сейчас теперь и царапана, и сбитая. Ну, значит, ты мне целую неделю будешь носить кофе в постели. И будешь носить меня на руках, потому что я не могу. Просто у меня воды, там у меня все все как. Воспользовалась, да? Хорошо, я согласен. Целую неделю? Да. А что ты от него ждешь? А с каждым днем я все меньше жду. Чего-то либо от него. Ну, хорошо, но ты понимаешь, что вы можете так вот по своей глупости, по своему упрямству просто потерять это чувство и все. Я была бы не против потерять это чувство. Тема нашего сегодняшнего разговора, ребят, если вы меня все внимательно слушаете, да, это вот как в армии серии «Деды и духи», да, очень хочется узнать у вас, как на проекте, да, я думаю, прежде всего, конечно, хочется узнать об этом новеньким, как на проекте стать стареньким. Ален, вот смотри, против тебя практически никогда не голосовали. Ты тоже пришла, и тебе вот так вот удалось прям вставить тоже свои в доску. Вот как это сделать? Вот что ты можешь представить, да, Ксанин, прям Майкл, чтобы, да, даже спустя месяц-два тебя все равно не называли новенькой? Ну, это, мне кажется, от человека зависит. Допустим, я очень хорошо чувствую отношение к себе людей. Я хорошо чувствую, как мне нужно относиться к тому или иному человеку. Ты не пыталась стать для всех подругой, то есть ты никому не подлизываешь? Если у тебя было свое мнение, ты его высказываешь. Ну, оно и есть, но я просто такой человек, и я не знаю, как, я не понимаю, допустим, когда начинают подлизываться, по-моему, это все чувствуется. Ну, смотри, вот Алена не подлизывается, да, я поняла то, что вот нужно не подлизываться, да, твой, в принципе, совет, да, и быть самим собой, правильно? Майкл, твой совет какой? Я могу рассказать на примере Оксаны. Давай. Оксана пришла к нам, и как бы основной девизю ее был гейм, игра. И у нее на лбу было написано, ребята, посмотрите на меня, я хорошая. А потом Оксана, видимо, устала, или там какие-то события наложились, и у нее наступил лайф, жизнь пошла. То есть какие-то свои проблемы. Именно здесь она открылась, стала ярко, интересно, именно как бы здесь, да, как бы основные черты характера мы ее узнали, когда жизнь началась. Никогда эта маска улыбающаяся... Ты считаешь, что нужно не играть, да, вот... Вот твоему рассказу можно сделать такой вывод, да, а надо не играть. Да, да, да. Вы по-прежнему с моим не общаетесь? Ну, а у тебя вот какое вообще чувство, куда это все ведет? Что он выжидает паузу, ждет, когда ты успокоишься, или наоборот ждет, когда ты что-то осознаешь, поймешь? Что происходит? Вряд ли таким способом я смогу что-то осознать. Я не знаю, к чему это ведет, у меня нет интуиции. Если я раньше утверждала, что я знаю этого человека, то теперь я так говорить не могу. Поэтому чего он ждет, к чему это все приведет, я уже ничего не знаю. А что ты от него ждешь? А с каждым днем я все меньше жду чего-либо от него. Для меня время играет важную роль в жизни. Ну, хорошо, но ты понимаешь, что вы можете так вот по своей глупости, по своему упрямству просто потерять это чувство и все? Я была бы не против потерять это чувство. Когда в человеке присутствует такое чувство, как страх, очень часто это чувство нас сковывает в своих проявлениях. Мы замыкаемся, мы боимся делать то, что мы хотим, то, что нам подсказывает сердце. Как только я от этого чувства избавилась, я приобрела мало того, что в себе какую-то уверенность, так я еще доказала себе собой, что я могу, я могу здесь прожить, могу здесь оставаться достаточно долгий срок, несмотря на то, что были конфликты, были тяжелые случаи, когда я была неправа, когда была права. Это самое главное, верить в себя, делать то, что ты хочешь и не бояться. Наташа, как ты воспринимаешь вчерашнее заявление Майкла о том, что между вами ничего не может быть? Я пока никак это не воспринимаю, потому что главную причину почему не может быть? Я так от него и не добилась ответа. То есть я его спрашиваю и так, и так, и в лоб. Но ведь иногда причин нету, ты же понимаешь, что в жизни так происходит, но просто люди не подходят, чувствуешь, что... Люди подходят. Вот этот человек, это мой человек. Я нашла своего человека, просто он меня еще не нашел. А ты не думаешь, что его отказ тебе мог быть связан все-таки с еще не умершими чувствами по отношению к Камиле? А почему так все говорят, что они не умершие? Почему все это твердят? Нет, я просто спрашиваю тебе. Тебе так не кажется? Нет, вряд ли он хочет. То есть причина только в ваших отношениях. И он неоднократно сам по своей воле не на мои вопросы отвечает, а сам говорит, что Камила все. Степ, новичок, да? Вот, а каким он должен быть, чтобы остаться в коллективе? Вот одно какое-нибудь качество, которое... Да это бесполезно. Какого бы он в длине не было, ну все, все места заняты, извините. Идите в другое шоу. Но есть люди, которые... Потому что есть одиночки, которые... Которые никого не слушают, которые идут на пролом. Я думаю, что все бывает. Но вот какое нужно иметь качество, чтобы... То есть исключение в правилах. Чтобы пойти на пролом. Чтобы пройти вот это вот все. Какое нужно? Вот, надо быть как Оксане. Да? Да. Которую ты все время говоришь, что ее завтра выкинешь, да? Да, именно вот такие люди, как Оксана, вот случись ядерный взрыв или там катаклизм какой-то в жизни, в мире, да? Вот выживут такие, как Оксана. Камилочка, скажи, пожалуйста, вот Майкл так очень сразу и очень категорично заявил о том, что с Наташей он может быть только друзьями. Как ты думаешь, почему он Наташу не воспринимает как девушку? Ой, хороший вопрос. Ну, мне бы очень, конечно, хотелось надеяться, очень хотелось надеяться, что это потому, что действительно осталось, может быть, что-то ко мне. Надеяться? А почему надеяться? Тебе же раньше это всегда не нравилось. Я очень негативно начала к нему относиться после того, как вот мы расстались, да? Потому что начала видеть некоторые моменты, и вот мелочные моменты, которые воспринимала все в негативе, да? Сейчас прошло время, и вот было время, там, до мужского голосования, допустим, когда я хотела действительно, чтобы он ушел и так далее. То есть у меня действительно была к нему агрессия, была и негатив. Сейчас прошло время, и само собой как-то все улеглось настолько, что от негатива я перешла к такому позитиву. К ровному сначала отношению, абсолютно ровному, то есть совершенно как бы не замечала его. Ну, вот у тебя было такое облегчение вчера от того, что он так сказал насчет Наташи? Честно говоря, да. Но ведь это же не может быть само по себе, значит, ты тоже задумываешься о том, что, может быть, еще раз ему поверить? Ну, Ксюш, ты знаешь, я, к своему удивлению, вчера... Никто ведь никого не предупреждал, никто об этом не знал, просто вчера все утром обнаружили, что нет Майкла и Наташи. Соответственно, я тоже, и у меня, к моему удивлению, ревность проснулась. У меня есть один друг, он все время меня спрашивает, как попасть на реалити-шоу «Дом-2» и хочет все время удержаться. Его зовут Леша Белов, и я хочу, пользуясь случаем, рассказать ему, как это можно сделать. Так вот, там идея такая, что первое, это надо верить в любовь, быть готовым к тому, что ты сможешь полюбить. Даже в такой ситуации экстремальной, на территории замкнутого пространства. А к кому он собрался приходить? По крайней мере, я так верил и чувствовал. Это шкалой. Ну да, ему нравится очень Наташа. Ага. Вот, и Оксана Апликаева. Ага. Я думаю, что сейчас те люди, которые смотрят наш телепроект и желают на него приехать, поняли, какими качествами нужно обладать для того, чтобы попасть к нам сюда, и как выжить на телепроекте «Дом-2». Мэйкл, ну что не так в нашей Наташи? Ну, вроде и маленькая, и худенькая, и умненькая, и с сильным характером. Ну, что не так? Иногда просто словами это нельзя объяснить. Просто, ну, она совсем не так сделала, чтобы возбуждать какой-то там взаимный интерес. Ну, вот что она сделала не так? Вот хочу взяться. Она со мной прекрасно общался, и я уже как-то включил дружеские чувства. К сожалению, она молодая еще. Ну, послушай, она молодая, но она мыслит, как человек намного более зрелого возраста. Это тоже нельзя отрицать. Мыслит, да, но все-таки она себя ведет, как маленькая. Ну, хорошо, а вот в Камиле этой детскости не было? Нет. Нет. И сразу же видно, что... Ты не скучаешь по ней? Нет. Она прекрасно убила все чувства. И я уже вижу, на чего ты сейчас идешь по поводу вопроса к Камиле. Что ты имеешь в виду? Ты считаешь, что она как-то к тебе проявляет особое внимание? Я просто так сказал, просто потому что я это заметил. Тебе это приятно? На какой-то уровне да, потому что это очередной доказатель, что все-таки она не права была в своей там решении, что я игрок, что я обманщик, что я тот и тот и такое. И вот всегда, к сожалению, люди только после все понимают. Понимают, да. То есть ты считаешь, что сейчас уже поздно что-то восстановить? Я никогда не говорю никогда. Да. Ну, есть причина, чтобы вылететь на голосование. И кроме меня здесь никого нету на проекте, который она смогла бы. И мне кажется, через эту очередную игру она тоже... То есть на этот раз теперь ты ей не веришь? Нет, не то, что я не верю. Просто мне кажется, она слишком поздно, может быть, поняла ситуацию по поводу меня. Я не буду сейчас играть, в том числе дать ей вот это чувство, что возможно. Ты уже не позволишь, чтобы она тобой играла, правильно? Да, и чтобы я вдруг сказал, ну ладно, давай попробуем еще раз. Надо гораздо умнее, не хитрее, но умнее сейчас вести по поводу этого. Упс, тишина. Где все? Крыса, видел поджогу? О, нет. Ой. Ой. Классная крышка. Почти, может, дом? Пойдем. Почти, дом. Ну, что, овсянка загрустила? Ну, что, прям, небес-то за тема уже достанно. Какая была тема строки? Как лужи на проекте «Дом-2». Как стать стареньким в проекте «Дом-2». Серьезно? Да, своим. Пройти в свои 27 и стать стареньким. Все по-равнему, говорим. Да, через пять. Я думаю, что на этом женском буду против Аксаны голосовать. А не против Наташи. Ну, это же не окончательное решение, но... Понимаете, да. Я не буду работать. Я в аварию попала. Какую? Сильнюю. Где? Ну, мы были не на том картинге, на котором вы были, а в таком. Ну, в котором мы? Да. Я вообще не разобрела. Не, ну, который встал, там, закрытым. Вот. И там, короче, вот эти все бордюры, они не защищены, потому что они бетонные. Я, кстати, в скорости поехала, обогнала сына. Чего твоя? Блеталась прямо, прямо. Кальция. Тут, тут. В медпункт мне там появились. Все вообще в шоке вообще были. Я там заплакала. Мне прям... Ну, сын, говорит, я вообще испугался. Соседь дурью. Охренеть. Главное, желаю вернуться. Ну, ничего. Что, вроде? Еще поедешь, Дашка? Я? Только с инструктором. Уже сама не нафиг. Молодец. Сегодня день особенный, потому что впервые за долгое-долгое время мы сегодня читаем наши любимые смс-ки. Но сегодня, я думаю, не настолько любимые, потому что наши смс-ки будем читать не мы сами, а друзья наши, меньшие или большие, которые сидят вот рядом с нами. Камила очень запутанно говорит, объясняю. Сдвигаем смс-ки по кругу на одного человека. То есть, Камиле на смс-ки читаю я, мои смс-ки читает Оля, Олины Май и так далее. Можно я прочитаю? Вперед! Солнышко, не кричи на Майя, это так некрасиво, а рядом с вами и энергетический вампир Нелидов, который все замечает и ему хорошо, когда у вас проблемы. Не позволяй называть себя Нелидовым, только Сашей, и пусть тебя называют по имени, и ты крутой чел. О, это про меня прочитали. Я крутой чел. Вот, очень интересно. Аксюлька, ты молодец, держись, продолжай забивать на жирного Каримова. Добивай себе чурку. Чурку? Каримов жирный. А кто чурка? Не знаю. Ну, хотя, знаешь, когда я задала себе вопрос, а кто же чурка, я сразу прочитала следующее смс-ку от Светланы. А она пишет нам, Оксана, ты очень хорошая девушка, забей на Сэма, есть очень хороший мужчина около тебя. Это Роман, подумай. Роман, ты чурка. Я чурка? Да. Очень оригинально. Смс-ка Камиле Галеевой. Камила, бросай свой английский йогурт. У него кончился срок годности, пока довезли из Англии в Россию. Еще одна смс-ка Галеевой Камиле про Майкла. Очень уничижительная, предупреждаю. Камила, выгоняйте Майкла, он лох и чморик, а ты добрая. А вот сообщение для всех ребят. Ребята, гоните, оплекаю вас проект. Хотя вот тут же и еще одна смс-ка. Оксана, а не пора ли тебе домой? А еще есть такая смс-ка, которая раскроет тебе, Настя, глаза на многое, да, наверное? Пишут, Дашко, ты одобряешь, когда за глазами говорит о тебе Оксана. Ты вчера, Оксан, утверждала, что ты за глаза не говоришь. А что именно, что конкретно там написано? Ну, извините, тут... Сказали просто, задали вопрос. Это разные вещи, я, может быть, говорю о ней только хорошее за глаза. Я думаю, что если бы ты хорошее говорила, то не писали бы все. Так, и не писали бы. Я знаю, ну, ты знаешь, у меня свое на это мнение, я прекрасно знаю, кто, как, и чего, и поэтому не стоит вообще... Ты хочешь сказать, что у тебя мне? Здесь я хочу прочитать последнее, наверное, на сегодняшний день Оксанина сообщение. Тут к ней на вы обращаются. Оксана, спокойно уходите с проекта. Эти хищники издеваются над тобой. Дома лучше. Всего наилучшего тебе. Хэлп ми! Хэлп ми! Алена, хэлп ми! У меня сейчас две тумбочки, но вторая тумбочка... Мне досталась от Настя, которая, соответственно, досталась от Алены. Внимание! Олимпиадное задание. Всего было 7 тумбочек. После переезда Ольги Бузовой две тумбочки исчезло, а две стоят у кровати Камиллы. Сколько тумбочек осталось у остальных участников? Мы тебя позвали для важного задания. Ты сможешь такую роль сыграть серьезную, как бы, ответственную? Смогу. Мы тебя помещаем сейчас вот туда на конек, вот туда на крыше. Будешь вот так вот аккуратненько сидеть. В чем прикол-то? Смотри, прикол Алены сейчас надо сделать. Сейчас мы разобираем. Алена требует... А, мы сейчас тебя садим и говорим, нам нужен выкуп. Выкуп, чтобы Алена тебя выкупила. Да, выкуп? Нет, она будет соглашаться, Степа ей будет предлагать кое-что. Ну, сама понимаешь, что. Ну, вот. И должно быть что-то такое... Что-то близкое ей в опасности, чтобы она согласилась. Шантаж. Я знаю, но дело в том, что... А лучшая подруга в опасности? Лучшая подруга, это естественно все понятно. Это очень хорошо работает. В общем, когда ты видишь, как здесь проходит Степа Соленая, ты кричишь, help, help. Поняла? Ты можешь это делать? Ну, смотри. Давай поднимемся. Help, help me. Громко. Только громко. Тихо, не причем. Что тебя услышат там? Давай громко. Да смогу. Help me! Давай! Help me! А твой сигнал, когда ты увидишь, ну, как бы, Алены нет, будут другие ребята, да, или мы. Ты кричишь, скуби-дул, понимаешь? Кричи, скуби-дул. Скуби-дул. Все, пойдем, вперед. Запомнила? Help me, скуби-дул. Волшебные слова. Пойдем. Так, Степ, я тебе сразу сказала. Я что-то в адрес все убран. Ну, Степ, как она меня бесит, а? Это же ее выходки уже вообще достанет по полу. Мне хочется просто не на что отвечать. Ходит как глупый, улыбается, улыбается. Улыбается, скажет, что происходит, улыбается, улыбается. Я ей беседу, что хуйня. Вообще-то хуйня. Ой, капец, блин, вы что? Слушай, слушай, я обратно не смогу, вот только из подъемного крана. Потому что я наверху залезть смогу, а я высоты боюсь. Давай руку. Слушай, а он шатается, вот эта хрень. Аккуратно на. Ничего. Вон он, педушка уже поняла. А чья это? Моя. Камилка. Да. Потом расскажешь мне, что на лобном про меня сказали. Я же скажу. Малышка, у вас что, голова кружится или что? Голова кружится. Голова кружится? Я зря поела, я поела, и мне что-то хуже не стало. Я даже не доела, я стала есть жирную эту курицу, и так не стало противно. Так что есть в этом состоянии, не нужно. Наоборот. Можно, можно пить. И вот тут вот у меня болит, вот здесь вот. Оксан, давай потренируемся с тобой. Итак. Да что тренироваться, Майкл? Ой, Майк. Да что там делать, не надо тренироваться. Давай потренируемся, вдруг оно слово забыло. Я тебе говорю, надо потренироваться. Я знал, хелп, скуби-ду. Надо потренироваться. Я знал, хелп, скуби-ду. Когда скуби-ду ты говоришь? Когда вы идете, я увижу ребят. Когда ребят ты увидишь. Когда ребят, которые, возможно, тебя снимут. Ты кричишь, скуби-ду, скуби-ду. А кто меня скинет? Мы сейчас распределим роли и будут предупреждены. Как только они услышат скуби-ду, они подойдут тебе и снимут, поняла? Ну ты чего? Ты совсем дурная? Дурная. Тебе только в ресторан ездить, по кафешкам. Ай, ты что не делаешь? Майкл, пожалуйста. Я знаю, мне только в розовых ресторанчиках сидеть. Да, в розовых. В голубых розовых. В общем так, мы сейчас поиграем. Не говори ничего. Поиграем. Что бы ты ни услышала, что бы ты ни увидела. Ты ни на что не реагируешь, идешь в Настин домик, туда заходишь, считаешь до трех, возвращаешься обратно, ни на кого не реагируешь. Что, идиоты? Хорошо, поняла? Ты все поймешь, нет, тебе нельзя. Тебе нельзя, тебе нельзя. Подожди. Среди. Пакет в руки дать какой-то. Зачем мне пакет в руки, Степа? Надо. Я ни на что не реагирую, шляпу пустит, по шляпу. Ну, на чем? Там. Пока одень, чтобы было незаметно. Да, блин. Нет, нет, нет. Нет, возьми туда это, вот так вот, груди неси. Да, да. Одзирайся. Ну, не надо, у нас чего из него? Давай, Настин домик обратно, все, вперед. Не смейся. Все, иди. Ладно. Алена, спаси меня. Алена, help me. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять. Скуби-ду. Алена, help me. Что происходит, ребята? Камилка, help me. Камилка! Глухая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну что, какой замечательный вечер сегодня. Спасибо, что ты пришла ко мне сюда. Знаешь, вот всегда мне нравится смотреть, конечно, на пейзаж. Так красиво, такое темное небо, лес. Вот что-то только там вдали такое оранжевое портит, портит. Да, портит что-то. Что бы это могло быть? Какая-то каркуша залетела на крышку. Ты кто? Оранжевое пятно. Вы строитель дорог, простите, асфальтоукладчик? Нет, я новая ведущая. Вы теперь вещать нам будете оттуда? Да. Оксана, скажи, пожалуйста, ты, наверное, прекрасно знаешь, что правила для всех одинаковые. И ровно в девять часов вечера мы собираемся здесь, на лобном месте. Где ты? Меня должны были спасти, но, к сожалению, спасение утопающих. Ты знаешь, мне пришло в голову... Оксана, уже столько много слов, что мне пришла вот такая мысль гениальная в голову, что может, знаешь, все, что происходит, оно к лучшему. Да, в принципе. Знаешь, поэтому, в принципе, если ты там находишься, как-то и здесь спокойнее, и мы с ребятками хорошо пообщаемся, правда, Ксана? Да нет, я сейчас включу. Нет, не, 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 не надо, Ксаночка, сиди, 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 я тебя прошу. Сиди, там замечательное место. Нет. Надо ребятам перед женским голосованием, чтобы у них было сравнение. Лобное место с Оксаной и лобное место без Оксаны, чтобы они могли сделать, знаете ли, свои выводы. Вот. Ну что, давайте уже перейдем к нашим темам насущным. И первая насущная наша тема сегодня, это, конечно же, наши дорогие Сэм и Настя. Ой. Где Настя? Насте только нету. Сэм, поясни, пожалуйста, что случилось? С утра хотелось сделать хорошее Насте. Сейчас, не знаю, даже получилось или нет. То есть, хотелось хорошего, а получилось как всегда? Да. Я пригласил ее на романтическое свидание. Поехали в картинг-клуб, покататься, получить адреналин. А что, ей мало с тобой адреналина, Сэм? Нет. Ну, просто она никогда не каталась. Я хотел ее... Ну, начинать всегда нужно с меньшего. Я думаю, пускай начнет с картингов, а потом пересядет в настоящую машину. Да. Вот. И все бы хорошо, но я не учел одного, что нужно было сильно не гнать вначале. В общем, я это не учел. И что случилось, Сэм? Ты можешь с ней что-то? В общем, она поехала и врезалась на картинги. В стену? В стенку врезалась. И что с ней сейчас? Ничего страшного, она просто там, ну, сильно... Ну, не сильно ушиблась, там, палец поранила и там это. И, в принципе, все хорошо было, просто она сейчас прилегла и ей... Ну, Сэм, ты нашел тоже, куда повезти Настю Дашко. Ты же знаешь, что все, что связано с экстримом, Настя всегда пойдет до конца. И ты, кстати, там прямое подтверждение, понимаешь? Даже в выборе своего молодого человека, она и то экстремальна. А ты говоришь картинг. Ну, нашел, куда ее повезти. И что сейчас? Она в доме лежит? Она в доме. А что у нее с головой? Все нормально? С головой нормально всегда. Как мне сказали, полдня Настя держалась за попу, а потом оказалось, что у нее сотрясение. Понятно. Ну, я надеюсь, что все с ней надо поправиться. Вы знаете, наконец-таки наш проект уже превращается в некую сериальную историю. Я считаю, что с чего мы вчера, на чем мы вчера закончили, с того мы сейчас и начнем. Потому что, Оль, ты меня извини, но у меня уже само этот вопрос, вот клянусь, ночь не спала. Думала, все-таки взяла ты тумбочку или не взяла. Вот это уже моя личная инициатива. Я, честно говоря, не могу уснуть. Ты знаешь, почему кулаков раскулачивают? Ну, потому что они как-то нечестным путем, отбирая, считали, что им больше положено. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, всем положено одинаково. Я считаю тоже так же, что всем положено одинаково. А про кого ты сейчас можешь сказать, говоришь? Про тебя. Про тебя? Про тебя про Рома. Про кому-то про тумбочки. Оля, мне не нравится, что ты сейчас как-то вопрос этот... Оля, мне не нравится, что я считаю, что не знаю, кем... Мне хватит одной тумбочки, а у меня должно быть четыре. У меня так было. Мне это не нравится. Я звезда, мне нужен весь комон. И срать на восемь девок, которые живут в доме. Кто так делает? Ты так делаешь, что ли? Так, вы что вообще, блин? Я еще раз объясняю. Я не хоть тумбочки у Наташи не брала. А ты принесла ей эту тумбочку? Откуда ты ее что-то раздела? А ты из кровати, там, где Гена спала, перенесла временно на кровати с Наташей. А почему сделала это именно ты, а не кто-то другой из девчонок? Это случайность? Почему? Ну, мне кажется, что если девочки начали... Уже до такого дошло, что начали грызть из-за тумбочки, то мне проще, видимо... То есть ты просто пошла в комнату, взяла первую попавшуюся тумбочку... Не первую попавшуюся, а та тумба, которая свободна была, прошлого участника телепроекта. И просто перенесла ей Наташу на место. А что, тогда почему девочки просто хотели тебя в качестве носильщика использовать? В этом правда? Мне кажется, просто девочкам нечем заняться, кроме как делить какую-то мебель и считать, сколько чего стоит в домике. Так, по факту было так. Когда Ольга жила в домике, было 7 тумбочек в женской комнате. Ольга съезжает с Ромой в домик, остается 5 тумбочек в женской комнате. Изначально 2 тумбочки было у Насти, которая передала тумбочку Алена, которая взяла ее неизвестно откуда. То есть, изначально 2 тумбочки. Сейчас эту тумбочку, то есть, их 5, 4 девушки живут. Внимание! Олимпиадное задание. Всего было 7 тумбочек. После переезда Ольги Бузовой, 2 тумбочки исчезло, а 2 стоят у кровати Камиллы. Сколько тумбочек осталось у остальных участников? У меня сейчас 2 тумбочки, но вторая тумбочка... Нет, ребята, вторая тумбочка... Ты помолчи, Саша! Не молчи, не откажать! Вторая тумбочка мне досталась от Насти, которая, соответственно, досталась от Алены. Все. Большая тумбочка. В доме осталось 5 тумбочек в женской комнате. То есть, но Оля взяла 2. У нас просто... Я уже вообще ничего не понимаю с вашими тумбочками. Еще вопрос пускай зададут. Скажите, пожалуйста, сколько у Оли было тумбочек, когда она жила в доме? Две. А сколько у Оли было в тумбочке, когда она жила в домике и в бараке? Две. А сколько у Оли было в тумбочке? А сколько у Оли было в тумбочке? Тумбочки остаются в доме. Мы таскаем их с собой. Хорошо, но одна на тебя, одна на Олю, но не больше же. Две на Камилу. Ну, Камилу у нас в триблигированном положении. Нет, ребята, я могу отдать кому угодно. А на этот момент, когда придет герой, там еще что-то, она ее отдает. Нам снатолио много. Итак, дорогие наши зрители, домашнее задание по математике для третьего-пятого класса вам дано. Мы идем переваривать вот всю эту информацию с Ксюшей и увидимся завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою тумбочку. И отдай свою тумбочку. Майя, а вы не боялись, что я когда буду слазить, я могу упасть? Нет, мы не думали, что ты будешь слазить. А вы не думали насчет того, что я смогу прыгать? Вы бы побоялись обыкать? Думали. Там маты везде расстелены. Где маты? Там никаких матов не было. Нет, нет маты. Иди посмотри. Конечно, мы все предусмотрели. Посмотрели маты. С четырех сторон маты лежали. Если ты туда прыгал, там батутка стоит. Видела? Какой-то он так подпрыгивал до конца автомобиля. Да где же батутка? Ничего. Как-то летом Мы приехали сюда За проектом Наблюдают вся страна. Мы мечтали Все пять гостингов Пройти и остаться Чтоб любовь свою найти Нанцы с клёвых людей На проекте Капчак и Ксюша Парадина Субтитры подогнал «Симон»